И до новинок спорта. Мазырская жамчужина Полесья – одинная же ночная команда нашего региона, которая выступает в дивизионе А чемпионата Беларуси по волейболе. Сейчас команда рыхтуется до матча по финалу национального первенства. Наши корреспонденты познакомились с ведущей волейбольной дружиной Гомельской области. Минулый сезон в чемпионате страны мазыранки завершили с бронзой. Представницы нашего региона протягивают смысл за узнагороды. В четвертьфинале они преодолели Барановицкий Атлант. В полфинале состренятся с коммунальником МДУ. В этом сезоне команда планует быть у призерах. Зараз девчонки займают первый рядок у турнирной таблицы большинства краины. У актива мазыранок 25 очков. Чемпионат сложный, непростой, команды более-менее ровные. Но, несмотря на все это, команда заработала первое место. У нас, как всегда, ротация кадров большая. Все время новые игроки приходят достаточно сложно. И в этом году, как никогда поздно, мы начинали. Поэтому, наверное, где-то старт был первый круг у нас не очень удачный. Но постепенно, постепенно добавляли. Были непростые игры. Но все-таки нам удалось создать боеспособный коллектив. Жанучая волейбольная команда «Жамчужина Полесь» изъявилась в 2006 году. Как подразделение профсоюзных дюшар Мазырского нафтоперепроцовчего завода. А в «Красовику» 2015-го мазыранки покорили свой «Эверест» и завоевали золото в чемпионате краины. Тогда основу команды склали спортсменки Гродзенского волейбольного класса. Людмила Капитан была одной из их. Сегодня она уже не выступает, а тренирует. Не было сложно. Было интересно, во-первых, и нам, и болельщикам. Изначально были у нас полные трибуны, до сих пор они полные. Поэтому это прекрасное ощущение, что в нашем городе есть команда, которая защищает достойно света нашего города. Вот, если перечислять за 14 лет, сколько пришло здесь игроков, это просто, ну, если дать день, каждого вспомнить, это действительно будет долго. Да, были дитилованные и знаменитые игроки, которые помогали и нам, как игрокам становиться лучше. За это отдельная им благодарность. Вот, а осталась я одна. В основе поспеха любого волейбола профессионализм и комплексный подход, якому сприяют финансовые махчимости. Сегодня, как и 14 годов тому, Жамчужину по лесу спонсирует Мазырский нафтоперепроцовщий завод. Для выращения питания у навод был створен координационный совет, у которого ходит кировничество завода. Теперь у Мазыры развивается не только дорослый волейбол, а и детский. До речи молодью спортивные школы Жамчужины текаются и лидеры белорусского волейбола Минчанка Прибужжа. Мы сделали ставку на то, чтобы она формировалась в основном из выпускниц нашей из дюшер Жамчужины по лесу. И вот уже в этом сезоне практически 60% игроков – это выпускники Жамчужины по лесу. Даже играют девочки, которые еще сейчас учатся в средней школе, то есть еще не закончили. Они уже в основном составе. Мы стараемся воспитывать игроков своих, для того, чтобы издержки уменьшить. Ну и, наверное, это правильно, для того, чтобы дать возможность тем девчонкам, которые занимаются в спецклассе, почувствовать себя игроками, настоящими игроками и участвовать в чемпионате. Усяго на рахунку спортсменок Мазыра за весь час основания клуба 12 медалев. 7 бронзовых, 4 серебряные и 1 золотая. Болельщики верят, что все лет этот комплект пополнится еще одним медалем высшей пробы. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, Тель, Радио Компания «Гомель».